Школы в 14-м комплексе не будет и ничто не изменит принятого решения. Власти города созвали журналистов на пресс-конференцию, чтобы расставить все точки над И в связи с нашумевшим конфликтом в 14-м микрорайоне. Напомню, компания «Профит» получила земельные участки как компенсацию за достройку проблемного дома 5802 и начала строительство жилых домов. Однако жители выступили против и запросили школу. Что ответили в мэрии? Ввиду большого количества обращений, объяснил причину встречи Ренат Абдулин. По словам руководителя исполкома, земля давно нуждалась в освоении. Итак, участок обрастёт четырьмя высотными домами, по 208 квартир в каждом. А также появится многоуровневый паркинг на 450 машин и мест. Ещё одну бесплатную парковку оборудуют рядом с домом 1408А. С застройщиком договорились в первую очередь начинать с благоустройства, с проездов, открыть проезды, построить спортивные детские площадки, автостоянки. А вот школы не будет. По словам Рената Абдулина, её возведение нецелесообразно и денег на неё республика не выделит. В исполкоме подчёркивают, дети 13-го и 14-го комплексов посещают три школы – 60-ю, 17-ю и 31-ю. Две из них укомплектованы лишь наполовину. Сегодня 60-й – 1370, 17-й – 557, 31-й – 761. Приплюсовали, получается, 2688 на три школы. Проектная мощность этих школ – 3300 учеников. По мнению властей, даже с учётом появления ещё четырёх высоток, мест в образовательных учреждениях хватит. Почти треть ребят учатся в гимназиях-лицеях, то есть ездят на занятия в другие комплексы. Во-вторых, по поручению мэра, престиж 31-й и 17-й школ будут повышать, чтобы родители выбирали не только 60-ю. Ведь на отсутствие в ней мест жаловали жители. Если же вопрос возникает попасть в 17-й и 60-й школу, мы готовы отдельно смотреть, кто из них не попал, по какой причине не попал. К моменту окончания встречи у входа в мэрию собрались сами жители 14-го комплекса, которые не смогли попасть на пресс-конференцию. Активисты хотели получить ответы на вопросы. В мэрии пообещали, что проведут отдельную встречу с челнинцами. Как бы она ни прошла, застройка уже идёт полным ходом. И первый девятиэтажный дом должен появиться к 2019 году.